Наша задача и наш интерес рассматривать, посмотреть на эту культуру протеста, а в данном случае на лозунги протестных движений в исторической перспективе. И посмотреть, что нам вообще имеет это смысл, не имеет это смысла, потому что это невероятно сиюминутная вещь, то, что у нас сегодня и сейчас происходит. Может нам вообще дать что-нибудь диахронная перспектива, может она что-нибудь нам дать, чего не может дать синхроническое. И вообще, что такое анализ лозунгов синхронный, что это такое вообще, и что такое, можно их как-то семантически классифицировать, и по каким социальным и политическим признакам? В 1988 году впервые появилась такая очень интересная инициатива, которая как раз играла с какой-то символикой, в которой присутствовало что-то совершенно другое, чем актуальная ситуация. Это объединение называлось «Чешские дети». Появилось это движение на публике вместе с его основателем Петром Плацаком таким способом, что был опубликован манифест этих чешских детей в официальной коммунистической прессе. Рудое право, вот наша правда такая, решила, что сам манифест настолько непонятный, невнятный и вон выходящий из нормального мышления, что он сам себя загубит и решил напечатать. Правозглашение от чешских детей требовало восстановления чешского королевства. В 1990 году главные лозунги предвыборной, президентской уже кампании Леха Вауэнсы звучали так. «Ястем мудры вашей мудростью, я умен вашей мудростью, jestem сильный вашей силой, я силен вашей силой» И его жичорис премавил за ним, его биография говорит сама за себя. В это время у главного соперника, так скажем, раньше с той же самой среды, тогда у Шамазовецкого, главные лозунги звучали так. «Сила спокою», «Сила спокойства» или «Сила мира», скорее всего «Сила спокойства». «Наш премьер», «Наш президент», «Наш премьер», «Наш премьер», «Наш премьер», «Наш премьер». Вот это, тут надо вспомнить статью Ада Амихникова в газете в Борже в 1989 году. «Ваш президент», «Наш премьер». Вот эта статья, которая обозначила вдруг неожиданно совсем новую ситуацию, новый компромисс, к которому никто после круглого стола не был готов. «Ваш президент», «Ваш президент», имелось в виду Ярузельского, «Наш премьер». «Наш премьер». Вот и премьером был Тадеуш Мазовецкий, как известно, и вот его, один из главных его лозунгов, «Наш премьер» и «Наш премьер». И упорно вперед не очень удачно, по-моему, и в польском оригинале вот этот лозунг не очень удачный. Главный лозунг Леха Вауэнсы, самый главный, это ускорение. Подразумевалось, не хотим компромисса с бывшими коммунистами, мы не хотим уже Ярузельского, как президента, не хотим уже Кишчака в качестве министра внутренних дел, не хотим ничего, что удалось достичь на год раньше круглым столом. Все это уже прошлое, мы хотим двигаться намного быстрее вперед, ускорение. У меня лично есть семейный опыт лозунговой деятельности, связанной как раз с первомайской демонстрацией, известной 1989 года, потому что непосредственно вдруг каким-то правительским образом дети нескольких друзей, в том числе и наш сын, они нарисовали, они тогда были очень маленькие, они нарисовали, долго целый вечер нарисовали такую рожицу, там было написано, привет всем там было написано. То есть каким-то странным образом они почувствовали, что необходим какой-то общественный консенсус и проявление какого-то вот такого, я бы сказал, доброжелательности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова